Уважаемые коллеги, добрый день. Мы сегодня начинаем. И в рамках 11-го съезда Росомеда проводится круглый стол, который будет касаться в основном вопросов аккредитации, первичной и первично специализированной. Мы коснемся вопросов периодической аккредитации и непрерывного медицинского образования. Позвольте представиться Сизова Жанна Михайловна, директор методического центра аккредитации специалистов, профессор, доктор медицинских наук. И позвольте представить моих коллег-модераторов. Природова Ольга Федоровна, проректор по послевузовскому дополнительному образованию Российского научно-исследовательского медицинского института имени Пирогова и Александр Александрович Андреенко, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии в городской Мариинской больнице Санкт-Петербург. Уважаемые коллеги, последние годы такие мероприятия в основном проводились в дистанционном формате, однако нам не мешало делиться между собой опытом, навыками и так далее. В этом году это мероприятие уже проводится в комбинированном формате и очной, и нас слушает заочная часть. Александр Александрович, Вам слово. Оргкомитет, уважаемые коллеги, нас проинформировал о том, что сейчас более 500 человек подключились и участвуют в нашем заседании. Я думаю, всем участникам очень заочно будет интересно, поэтому предлагаю реализовать повестку заседания. Спасибо большое. Значит, у нас заявлено 6 докладов, все участники зарегистрировались, поэтому позвольте начать. Включите, пожалуйста, презентацию. Уважаемые коллеги, время несется стремительно. Уже прошло 7 лет с того момента, когда в соответствии с 69-й статьей 323-го федерального закона в России изменилась система допуска специалистов здравоохранения. Началось внедрение аккредитации. Но прошло достаточно большой период времени, накоплен определенный опыт, немало сложностей и трудностей было на этом пути, но при ответе на наиболее часто задаваемый вопрос, а нужна ли была аккредитация, и чем же сертификация отличается от аккредитации, целесообразно остановиться на двух позициях. Но, во-первых, аккредитация – это независимая процедура допуска к профессиональной деятельности профессиональным сообществам. И при аккредитации реализуется единое методическое обеспечение на территории Российской Федерации. Единое предъявляется требование к формированию банков оценочных средств, единая методика оценивания, единое требование к подготовке членов аккредитационных комиссий. На сегодня можно сказать о том, что аккредитация закладывает информационную базу управления качеством в системе медицинского образования и содержит информацию о качестве подготовки выпускников медицинских вузов, а также информацию о готовности стажированных специалистов к выполнению трудовых функций профессионального стандарта или к выполнению своей профессиональной деятельности. К настоящему времени на территории Российской Федерации полностью внедрена первичная аккредитация. Этот специалитет – это среднепрофессиональное образование. На это потребовалось три года. Первично специализированная аккредитация внедрялась также поэтапно. Это выпускники ординатуры и лица после программ профессиональной переподготовки два года. И с 2021 года началась периодическая аккредитация для стажированных врачей. И кроме этого, это аккредитация для выпускников бакалавриата, выпускников магистратуры, лиц, которые имеют специальное высшее, но не медицинское образование, но работающие в медицинских организациях, так называемые немедики. Ну и предполагается, что с 2023 года последняя категория лиц – это лица, которые получили образование в иностранных государствах, будут подлежать аккредитациям. Вот немного цифр. Вот только 2022 год. Посмотрите, пожалуйста, через процедуру аккредитации прошло более 174 тысяч человек по 138 специальностям на 85 субъектах Российской Федерации, на 423 аккредитационных площадках. Участие в процедуре аккредитации приняли более 100 тысяч членов аккредитационных комиссий. И успешно через процедуру аккредитации прошли 91,5%. Более детальный анализ итогов первичной и первично специализированной аккредитации показывает, что около 5% не проходит первичную аккредитацию выпускники специалитета и около 5% не проходит первично специализированную аккредитацию выпускники ординатуры. Что же касается лиц профессиональной переподготовки врачей, то этот показатель, к сожалению, выше и составляет 13,4%. Каковы же были особенности аккредитации 2022 года? Во-первых, это во многом было связано с оценочным инструментарием. Первый этап проводился в очном формате. Предыдущие два года это был дистанционный формат. И, безусловно, прокторинга не было, и пользоваться источниками знания была возможность у всех потенциальных аккредитуемых. Увеличилось число заданий в индивидуальном варианте с 60 до 80. Ну и банк репетиционного экзамена отличался от банка экзаменационного, то есть аккредитационного приблизительно на 10%. Также были внесены изменения в методику оценки практических навыков как при первичной, так и первично специализированной аккредитации. И если ранее оценка практических навыков осуществлялась суммарно, то есть оценивались все вкупе выполненные практические навыки, и можно было, не пройдя какую-либо станцию, не сдав какой-либо практический навык, но в целом пройти данный этап, то с 2022 года оценке уже подлежал каждый выполненный практический навык или практическое задание. Для того, чтобы аккредитация состоялась, в принципе, нужно много составляющих, но одни из главных вот таких составляющих представлены на данном слайде – это наличие аккредитационных комиссий, и здесь, безусловно, конечно, своевременные приказы Минздрава России о составах аккредитационных комиссий, это готовность аккредитационных площадок, с этой проблемой у нас на территории России нет, и вы видели, что в 2022 году более 420 аккредитационных площадок, в общем-то, активно работали. Но одним из вот таких вот наиболее важных аспектов является наличие оценочных средств. И если сегодня говорить о федеральном фонде оценочных средств, то это 161 банк. Причем вот формирование банков по всем специальностям осуществляется путем единых требований, которые предъявляются к ним. Все задания, которые находятся внутри этих банков, они кластеризированы по виду аккредитации, первичной или первично специализированной, по форме оценочных средств, тестовые, практические, ситуационные задания, по привязке их к специальности, дисциплине, модулю, трудовой функции, профессионального стандарта, по трудности, по году создания. И можно проанализировать историю каждого задания, кто создал, кто автор, кто эксперт, сколько раз, значит, выпадало это задание в период активной аккредитации, как на него отвечали. И вот таким вот образом постепенно, постепенно началась кропотливая работа по созданию валидных вот таких банков. Опять же, немного цифр. Более 2,5 тысяч авторов из 120 организаций и более 2 тысяч экспертов из 100 организаций трудятся непосредственно при работе с оценочным инструментарием. Более полумиллиона тестовых заданий, более 800 сценариев для оценки практических навыков и десятки тысяч ситуационных заданий или кейсов. Но наиболее сложным с организационной и методической точки зрения является второй этап – это оценка практических навыков и умений в симуляционных условиях. И поэтому, каковы же основные направления дальнейшего развития? На сегодня станции ОСКИ по всем специальностям они есть, они готовы вот таком в первом приближении, накоплен опыт по работе вот с этими станциями. И, безусловно, стоит огромная впереди задача – это улучшение качества вот этого банка. Поэтому первое, что сейчас стоит, это пересмотр действующего перечня проверяемых навыков. На это отводится октябрь. Всем разработчикам фондов оценочных средств уже части направлены, части будут направлены в ближайшие 2-3 дня, письма с целью, чтобы в течение октября пересмотреть перечень проверяемых навыков и в конечном итоге его скорректировать. Мы оставляем старые станции, которые зарекомендовали себя как успешными, мы начинаем разрабатывать новые станции, мы корректируем имеющиеся станции. И это все сейчас на откуп непосредственно разработчиков. Это национальные медицинские исследовательские центры, это ведущие научные и образовательные организации и, конечно, профессиональное сообщество. Второе, это реализация принципа рандомного выбора. Мы понимаем, что на аккредитационных площадках нет достаточного помещения, не всегда бывает много времени, а по ряду специальностей достаточно большое количество аккредитуемых, поэтому целесообразно, конечно, подготовка к большему числу оценивания практических навыков, а уже непосредственно на экзамене то, что выпадет. Вот то, что касается новых станций. С 2023 года по всем специальностям будет обновлен паспорт станции базовой сердечно-легочной реанимации. К имеющимся контенту, который проверялся в течение нескольких лет, будут добавлены навыки оказания первой помощи. Этому способствовали результаты пилотного проекта на базе пяти организаций, и эта работа ведется под непосредственным руководством главного внештатного специалиста по первой помощи Минздрава России Леонида Игоревича Дежурного. Безусловно, в последние годы большая проблема – это не клинические специальности, которые в перечень проверяемых навыков все-таки включили уже готовую станцию – это экстренная медицинская помощь, которая показала, что для этих специальностей не совсем она подходит. И поэтому сейчас осенью проводится опять же пилотирование, оценки навыков оказания первой помощи. И если этот пилот будет успешным или удачным, то у этих неклинических специальностей станция по экстренной медицинской помощи будет заменена на станцию по оказанию первой помощи. Что касается рандомного выбора, в принципе, он уже реализован при аккредитации и при первичной, и при первично специализированной аккредитации. И вот одним из таких направлений, которые используются в качестве такого рандомного выбора, это являются коммуникативные станции. И если изначально большинство специальностей выбирали эту станцию, им казалось, что это самая простая станция, что не нужно дополнительного симуляционного оборудования, нужно только помещение, стол, стул и, казалось бы, более ничего, на самом деле с методической точки зрения одна из сложнейших станций. В внедрении каждого сценария происходит после обязательной отработки, апробации и пилотирования. И в этом году был проведен пилот на четырех площадках по сообщению пациенту плохих новостей. Была выбрана специальность онкология. Это четыре НМИЦа, которые ведут подготовку ординаторов именно по онкологии. Выводы этого пилотного проекта показывают о том, что мы не готовы внедрить данный сценарий с 2023 года. Мы будем планировать его с 2024 года. Необходима подготовка ординаторов в этом направлении. Следующее – это формирование банков инструментальных исследований. Мне хотелось бы сказать, что в 2022 году был сделан первый шаг. Это был создан единый банк электрокардиограмм, единый банк спирограмм. Ранее, вы знаете, это были бумажные носители, которые рассекречивались по стране уже буквально через две минуты после того, как их только опубликовывали. Теперь же электрокардиограмма или спирограмма, аккредитуемую случайным образом, доставалась из единой базы данных, которая составляет большое количество разнообразных инструментальных исследований. И по единому чек-листу оценивала машина. То есть полностью исключено здесь участие эксперта. Вот такая автоматическая оценка практических навыков была реализована при станции физикального обследования пациента по сердечно-сосудистой системе. То есть выбирался какой-либо сценарий, и этот сценарий по единому чек-листу также автоматически был оценен. Правы мы или не правы? Это покажет то, что мы сегодня запланировали в обязательную задачу проанализировать аудио- и видеоматериалы 2022 года вот по этим станциям в разрезе всех аккредитуционных площадок, всех образовательных организаций. Ну и, безусловно, конечно, на месте стоять не представляется возможным. Одна из задач — это внедрение инновационных методов оценки практических навыков. И по распоряжению Минздрава методическим центром был проведен пилотный проект по оценке практических навыков с помощью тренажера виртуальной реальности по специальностям дерматовенерологии и косметологии. Разработчиком стал НМИЦ Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России. Четыре представленных здесь организации, которые приняли участие, 165 ординаторов. Ну, уважаемые коллеги, вывод наш следующий. То, что это направление должно в обязательном порядке развиваться при аккредитации, на сегодня есть определенные сложности. В первую очередь они связаны с программным обеспечением, которое требует определенной доработки Минздрава. Но мы, как методический центр, мы видим развитие этой технологии в ряде других специальностей. Это специальность судебно-медицинской экспертизы. Вот их станции, их пожелания, осмотр трупа, осмотр места происшествия, там, предположим, еще какие-то такие станции, вскрытие трупа. Это специальность патологическая анатомия. Тогда, когда с самого начала специалисты по этой специальности хотели проводить аккредитацию по кадаверному материалу, это не представлялось возможным, поэтому с использованием макропрепаратов. Это водолазная медицина, когда можно имитировать вообще рабочее место врача по водолазной медицине. И это целый ряд немедицинских специальностей, это физики и так далее. Таким образом, заключая свой доклад, мне хотелось бы сказать о том, что наработано много, но на сегодня теперь предстоит огромная аналитическая работа. Нужно вообще, в принципе, интерпретировать данные и оценить, что же сделано, и что следует продолжать, а что следует видоизменить. И вот эта интерпретация данных аккредитации, она является важнейшим информационным источником для совершенствования профессиональной готовности как специалистов здравоохранения, так и совершенствования в дальнейшем процедуры аккредитации. Мы полагаем, что реализация этого направления позволит образовательным организациям получает такую структурированную информацию о качестве подготовки этих специалистов. И такая работа ведется. Вот один из слайдов, который я здесь представляю, это анализы результатов аккредитации ординаторов. Более 7 тысяч ординаторов по 5 специальностям представлены здесь. Вы видите анестезиологию, кардиологию, неврологию, отурино-лерингологию и терапию. Почему были выбраны эти специальности? Для того, чтобы с целью прогнозирования высокой обоснованности данных анализа выбирались те специальности, по которым число аккредитуемых было более тысячи человек, и чтобы по этим специальностям было наличие в обязательном порядке профессионального стандарта. К сожалению, по ряду специальностей этот документ еще в проекте, и, к сожалению, по ряду специальностей профессионального стандарта нет. Детальный анализ более 3000 ординаторов из 40 образовательных организаций по специальности терапии показал очень интересные результаты. Это процент участников, которым прошли пороговый балл по каждой трудовой функции. Выявил слабые места, что невысокий процент испытуемых, прошедших за пороговый балл в 70%, наблюдался по двум трудовым функциям. Это функция медицинской реабилитации, и вторая функция – это анализ медико-статистической информации. И по образу и подобию, и по другим специальностям по всем в ряде образовательных организаций были выявлены слабые места в виде недостаточного освоения ординаторами одной или двух трудовых функций. Это важно. Ну и вот эти результаты показали, что среднее время выполнения вариантов тестовых заданий составило 35 минут, и вкупе с результатами апробации студентов при первичной аккредитации в количестве более 2000 человек как раз было принято решение, что число заданий может быть безболезненно увеличено в варианте с 60 до 80. Значит, и, безусловно, конечно, время идет, но позитивные следствия введения в первую очередь первичной аккредитации, они налицо. Вузы стали интенсивно применять ситуационные задания, обновлять фонды оценочных средств, расширилась база практических навыков. Практически в каждом вузе есть станции ОСКИ, которые они берегут не только для проведения аккредитации, а используют в повседневной своей образовательной процессе, в обучении, что означает рост практикоориентированной составляющей. И мне хотелось бы сказать последнее, что аккредитацию сегодня нужно рассматривать не только как экзамен, не только как процедуру допуска к профессиональной деятельности, но инструмент роста качества подготовки специалистов. Я благодарю вас за внимание. Уважаемые коллеги, все вопросы, которые у вас возникнут ко всем выступающим на этой секции, просим отправлять в общий чат, либо в персональный докладчик для сэкономии времени. У нас второй доклад по реализации системы виртуальной клиники Демедус. Докладчик есть у нас? Заявлено? Видимо нет. Тогда мы переходим. Онлайн? Готовы? Да, конечно, готовы. Все отлично. Тогда давайте. Здравствуйте, уважаемые организаторы, участники. Радую вас приветствовать с Кыргызстана. К вашему вниманию презентация «Внедрение в образовательный процесс и применение в качестве оценочного средства на итоговой госаттестации выпускников ОШГО Государственного университета системы Демедус». Позвольте немножко дать информацию о Демедусе, что это такое. Демедус – это Digital Medical Educational System – это первая в мире многофункциональная виртуально-университетская клиника для обработки, диагностики, лечения и командного взнаемодействия в виртуальной среде. В Демедусе имеется более 250 симуляционных клинических сценариев для диагностики и лечения в амбулаторных, стационарных условиях по более чем 20 специальностям – терапия, кардиология, неврология, эндокринология, хирургия, анестезиология, реанимация, детские болезни и так далее. Можно реализовать дистанционное обучение на широком спектре устройств. Можно использовать интерактивные сенсорные экраны, VR-очки, компьютеры, планшеты, смартфоны. Имеется более тысячи виртуальных пациентов разного возраста, сотни симуляционных клинических сценариев, десятки медицинских специальностей. В кабинетах виртуальной поликлиники можно общаться с пациентом и с его родственниками, собирать жалобы, проводить объективные исследования, как обсмотр, аускультация, перкуссия, пальпация, лабораторные и инструментальные методы исследования, поставить предварительный диагноз, дифференциальный диагноз проводить и поставить окончательный диагноз, а также назначить лечение. Можно погрузиться в симулированную клиническую среду с помощью VR-очков. С помощью VR-очков может погрузиться один пользователь, а остальная бригада может проводить групповой тренинг. Экстренная медицинская помощь принят в ложных состояниях, логистика, командное взаимодействие. Все это может отрабатываться не только на экране смартфона, но и на планшетах, но и в иммерсионной виртуальной реальности с помощью VR-шлема. Когда мы назначаем лечение, наблюдается изменение физиологического статуса. Это позволяет не только назначать, но и корректировать лечение, увидеть эффективность пармакологической терапии и проводить лечебно-реанимационные мероприятия. Имеется три уровня обучения, то есть обучающий, экзамен и выполнение. То есть имеется виртуальный ассистент, который помогает пройти сценарий, освоить последовательность действий. И по окончании ассистент дает дебрифинг, то есть сразу отчет о том, сколько баллов получил студент. Актуальные руководства и клинические рекомендации. Алгоритмы сценариев Демедуса основаны на актуальных руководствах, а также на клинических рекомендациях. На платформе Демедус представлено большинство экзаменационных станций, стимулированного этапа первичной и вторичной специализированной аккредитации, которые позволяют в предварительной виртуальной среде отрабатывать прохождение ОСКЕ в строгом соответствии с алгоритмами и чек-листами паспортов. Учебные материалы, виртуальные кейсы системы Демедуса отрабатываются на мобильных и стационарных устройствах. Как вы видите здесь, от смартфона и планшета до интерактивного сенсорного стола и виртуальной доски. В комплектацию Демедуса входит программная часть и аппаратная часть. Программная часть включает платформу, включая теорию лекции, одну штуку, виртуальный сценарий более 250 единиц, лицензии для стационарного устройства, две штуки, лицензии для работы в VR-очках, три штуки и лицензии для персональных устройств, тысячи. Аппаратная часть включает интерактивный сенсорный стол, экран, одну штуку, интерактивная виртуальная аудиторная доска, одна штука, планшетный компьютер, восемь штук и VR-очки, три штуки. А теперь непосредственно о нашей работе. В Орском государственном университете внедрение симуляционных методов обучения проводится уже с 2016 года. Но по предложению Международного медицинского факультета в октябре 2021 года мы приобрели цифровую образовательную систему Демедус. Следует отметить, что Орский государственный университет является первым пользователем Демедус, который внедрил в систему образовательный процесс, а также включил ее в итогу госаттестацию выпускников. На базе Орского государственного университета, именно на Международном медицинском факультете, имеется корпус Демедус. Здесь вы можете увидеть корпус. Вот на втором этаже, открытие корпуса состоялось в начале прошлого учебного года с участием премьера-министра Марипова. Корпус Демедус находится на втором этаже. То есть виртуальная клиника Демедус находится на втором этаже корпуса, где мы сейчас в данное время находимся, и имеет четыре локации. Локация большой группы. Локация индивидуальных занятий. Здесь можно работать на планшетах. Как раз для одной группы можно. Локация средней группы. Здесь может одна группа с помощью сенсорного стола, интерактивного стола, имитируя лежачего пациента, проводить манипуляции. И локация иммерсивной виртуальной реальности. Здесь один единичный пользователь может погрузиться в виртуальную реальность с помощью VR-очков, а остальная группа может проводить групповой тренинг. В 2021-2022 учебном году нами было проведено два исследования. Первое исследование многопрофильная университетская виртуальная клиника Демедус в обучении студентов Международного медицинского факультета Органского государственного университета. Целью нашего исследования явилось исследование эффективности применения системы Демедус в медицинском обучении и возможности ее применения для оценки уровня освоения. И вторая тема – применение многопрофильной университетской виртуальной клиники Демедус в качестве оценочного средства на итогу государственной аттестации выпускников. Более подробно я хотела бы остановиться именно на втором исследовании, целью которого явилась оценка выпускниками 2021-2022 учебного года Международного медицинского факультета и местного медицинского факультета Органского государственного университета удовлетворенности результатами итоговой госаттестации с использованием многопрофильной университетской виртуальной клиники Демедус, а также их мнение о перспективах ее дальнейшего использования в учебном процессе и на экзаменах. Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры клинических дисциплин 2 Международного медицинского факультета Органского государственного университета. В работу были вовлечены все клинические кафедры Международного медицинского факультета, а также местного медицинского факультета. Исследование проводилось с информированием и одобрением деканатов обоих факультетов. Программное обеспечение было настроено для выпускников Международного медицинского факультета на английский язык, а для местного медицинского факультета на русский язык. Всего участвовали 839 выпускников. Из Международного медицинского факультета 530 выпускников, из местного медицинского факультета 309. С помощью клинических кафедр были выбраны 30 виртуальных кейсов. 15 по внутренним болезням, 10 по детским болезням и 5 по хирургическим болезням. На международных и на медицинских факультетах организация итоговой госаттестации проходит в трех этапах. Именно ситуационные задачи системы Демендус мы включили на третий этап итоговой госаттестации, где проводится собеседование и использование комплексных ситуационных задач. Членами комиссии были составлены 60 билетов, где один из вопросов был кейс из системы Демендус. Но здесь мы хотели бы отметить, что Международный медицинский факультет уже давно решили, что мы будем систему Демендус включать в итоговую госаттестацию, поэтому студенты и выпускники имели открытый доступ к системе за три месяца до итоговой госаттестации через смартфоны, айпады и ноутбуки. А выпускники местного медицинского факультета получили доступ к системе Демендус за одну неделю до итоговой госаттестации. Это было связано с тем, что комиссия итоговой госаттестации местного медицинского факультета приняла решение включить систему в качестве оценочного средства только после успешного проведения итоговой госаттестации среди выпускников Международного медицинского факультета. По завершению третьего этапа студенты, выпускники прошли анонимное анкетирование для определения их мнения и удовлетворенности оцениванием результатов итоговой госаттестации системы Демендус, а также оставили комментарии в произвольной форме для оценки выпускниками и удовлетворенности результатами ИГА с использованием системы Демендус, а также к перспективе ее применения в дальнейшем. Анкеты были созданы и размещены онлайн на программной платформе Google Forms. Было всего 8 вопросов. Оценивали по шкале Лайкерта от 1 до 5 баллов. Вот здесь можно увидеть перечень вопросов. Не буду останавливаться. Результаты и обсуждения. На таблице можно увидеть результаты процентного соотношения оценок от 1 до 5 баллов на все 8 вопросов удовлетворенности результатов анкетирования выпускников. Анкетирование прошли выпускники Международного медицинского факультета. Всего 310 выпускников, а местного медицинского факультета 96. Следовательно, вот здесь вы можете увидеть, 4,5 получили. По пятибалльной шкале по всем 8 вопросов в среднем оценено на 4,5 баллов 91,1%. И 1,2 баллов лишь 4,2%. Эти данные, несомненно, свидетельствуют о том, что выпускники были более чем удовлетворены использованием системы Демедус в качестве оценочного средства. А также комментарии, оставленные по желанию в конце анкеты, в производственном форме, свидетельствуют также о высокой степени удовлетворенности использованием системы Демедус в учебном процессе, а также итогу государственной аттестации. Вот здесь вы можете подробно увидеть процентное соотношение показателей удовлетворенности результатами анкетирования от 1 до 5 баллов на все 8 вопросов. Если объединить все 8 вопросов, то у нас получилась такая картина. Естественно, уровень удовлетворенности Международного медицинского факультета было чуть выше, чем местного медицинского факультета. Естественно, уровень неудовлетворенности местного медицинского факультета в 4 раза больше, чем Международного медицинского факультета. Эти данные объясняют, что выпускники местного медицинского факультета не имели достаточной возможности и времени ознакомиться с системой Демедус, до итоговой госаттестации по сравнению со студентами Международного медицинского факультета. И выводы. Систему Димедус можно рекомендовать в качестве учебного пособия, дополняющего традиционные дидактические методы в медицинском образовании, а также систему Димедус можно использовать для проведения формативных и суммативных оценений студентов, а также на итоговую госаттестацию, желательно после предоставления возможности предварительного ознакомления и опыта ее использования студентами. Проведение экзаменов, в частности итоговую госаттестацию на системе Димедус, существенно сокращает время оценивания выпускников и делает процедуру стандартной и абсолютно объективной. Здесь мы еще выделили возможности из перспективы системы Димедус. С помощью системы Димедус по мере обновления мы можем приобрести новые клинические сценарии, не только по имеющимся, но и по другим клиническим дисциплинам, по мере обновления программы, максимально приближенных к реальному, но безопасному для пациентов среды. Кроме этого, увеличение количества аккаунтов для мобильных телефонов и создание доступа использования программы большому количеству студентов, ординаторов, а также и другие. По мере увеличения количества интерактивных сенсорных столов, досок, виртуальных очков и планшетов можно расширить доступ к командному и групповому использованию. Использование программы не только в целях обучения, но и для научно-исследовательской деятельности. Использование программы не только для клинических дисциплин, но и для языковых, так как имеются клинические сценарии в двух языках, на английском и на русском. Кроме этого, использование ОСКС чек-листами для организации практических экзаменов и итоговой госаттестации. Спасибо за внимание. Спасибо большое за ваш опыт. Коллеги, а мы продолжаем. Я хочу передать слово природовой Ольге Федоровне. Непрерывное образование специалистов здравоохранения, допуск профессиональной деятельности и не только. Пожалуйста, Ольга Федоровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю Российский национальный исследовательский медицинский университет и Центр развития непрерывного медицинского фармацевтического образования на базе этого университета. Поэтому о непрерывном образовании мы говорим очень часто. И, наверное, доклады с подобным названием тоже очень часто присутствуют на различных конференциях. Но я хочу его, это название, чуть-чуть скорректировать. Непрерывное образование специалистов здравоохранения, допуск профессиональной деятельности не только и не столько. Итак, непрерывное образование, если мы говорим, что это не какая-то новая система, то это прежде всего предоставление возможностей обучения в удобном режиме, с удобным графиком, с возможностью, самое главное, с возможностью выбора этого графика, этого режима, образовательных организаций, образовательных элементов. Безусловно, есть нормативно-правовые и не совсем нормативно-правовые документы, которые нас каким-то образом мотивируют, нас и специалистов здравоохранения, других, включаться в это непрерывное образование. Конечно же, специалист должен и может постоянно повышать свой профессиональный уровень. В рамках концепции еще в 2017 году в документе были выделены основные компоненты непрерывного образования. Это прежде всего формальное обучение, наша с вами программа повышения квалификации, которые были раньше и остаются сейчас центральным звеном непрерывного образования. Это различные образовательные мероприятия, проводимые прежде всего или контролируемые профессиональными сообществами. Ну и самообразование, в условиях которого, наверное, учесть и проконтролировать можно только освоение каких-то электронных образовательных ресурсов. При этом очень часто, к сожалению, наших с вами специалистов, руководителей наших специалистов больше интересуют не рекомендации, не возможности непрерывного образования, какие-то требования к этому непрерывному образованию. На сегодняшний день говорить об этом можно много, но у нас до сих пор еще действует 66-й Н-приказ, по которому мы с вами не реже, чем раз в 5 лет, должны проходить повышение квалификации. И у нас с вами есть приказ, который регламентирует положение об аккредитации специалистов, в котором есть часть про периодическую аккредитацию, и в котором прописано требование к образовательной части портфолио. И даже по самому описанию этого портфолио понятно, что там идет речь в том числе и о каких-то элементах непрерывного образования. Будет отдельный доклад про периодическую аккредитацию, поэтому я подробно не буду на этом останавливаться. Но хочу обратить ваше внимание, что в рамках действующего приказа 10.81 надо с вами сформировать свое портфолио в таком, простите уж, лайт-режиме. Образовательную часть этого портфолио могут специалисты, и которые просто проходили обучение по программам повышения квалификации, и даже всего лишь один раз в 5 лет. Для этого им достаточно в свое портфолио включить это обучение в объеме не менее 144 часов. Ну и те специалисты, которые включались в образовательную активность в рамках непрерывного образования, общий объем образовательной активности для них также не менее 144 часов, но только 74 часа обязательно именно в рамках программ повышения квалификации. Остальные часы могут быть набраны и другими видами образовательной активности. При этом, обращаю ваше внимание, это все еще про требования. Действующие и действующие, как уже и Жанна Михайловна сказала, только пока, до марта 2023 года. Дальше у нас пока есть только проект нового приказа. Что важно? Что достоверность сведений об участии специалистов вот в этих иных образовательных мероприятиях или освоении иных образовательных элементов, в частности, элементов самообразования, интерактивных образовательных модулей, можно подтвердить исключительно через портал непрерывного медицинского фармацевтического образования. А вот сведения об освоении программ повышения квалификации подтверждаются приложением копий удостоверений о повышении квалификации, причем независимо от того, каким образом эти программы были выбраны через какой-то электронный ресурс, порталы или каким-то другим образом. При этом нам важно, что организации, которые реализуют эти программы, они, конечно же, выполняют все необходимые требования, вносят свои сведения в соответствующий реестр документов об образовании и квалификации. Но это не проблема наших с вами специалистов, это образовательная организация. Простите, пожалуйста. Значит, что еще, на что еще хотела бы обратить внимание. Ну да, медленно происходит переход от бумажного документа оборота к электронному, пока у нас с вами такой смешанный формат. Вы знаете, что уже в действующей редакции положения об аккредитации можно подавать документы через личный кабинет медицинского работника. В настоящий день там сведения, отчет о профессиональной деятельности, включающий образовательную часть, можно только приложить в виде отсканированного документа. Но, в общем-то, в ближайшее время уже есть все планы, внедряется новый вариант федерального регистра медицинского работника. Там будет реализовано, сейчас уже реализовано в пилотном режиме, возможность просто подтягивания всех сведений, которые есть на портале непрерывного медицинского фармацевтического образования, автоматически в личный кабинет медицинского работника. Но не только и не столько непрерывное образование, это допуск к профессиональной деятельности. Вот все рекомендации, потому что обучаться надо много, постоянно, используя различные формы обучения, образовательные элементы, они как были, так и остаются. И здесь, наверное, та система, которая была разработана еще в 2016 году, и внедрена, и, в общем-то, уже давно функционирует, она может помочь. Это портал непрерывного медицинского фармацевтического образования. Я всегда показываю актуализированные статистические данные. На сегодняшний день, в общем-то, более 2,3 специалистов, физических лиц обучаются с использованием технических средств портала. Что важно, портал предоставляет возможность выбора различных образовательных элементов. Здесь на слайде я показываю, каким образом они попадают на портал через некоторые механизмы, через некоторые регламенты. И на выходе, если наши специалисты выбирают образовательные элементы из неких списков портала, список программ, список модулей, список мероприятий, то эти образовательные элементы оказываются у них в портфолио. Если они соответствуют определенной специальности, то они оказываются в портфолио, которое можно приложить в портфолио для аккредитации. Но не запрещено, и это неплохо, что мы с вами можем учиться и осваивать образовательные элементы из гораздо более широкого перечня. На совершенно других мероприятиях, мы уже приводили эти данные, мы можем проанализировать, что различные образовательные элементы, и программы, и модули, и мероприятия, в общем-то, можно разделить на три большие категории. Первая категория – это элементы, источником компетенции, для которых становятся трудовые функции. Прежде всего, профстандарта, если нет профстандарта, квалификационных характеристик, утвержденных определенными приказами. Но кроме того, и вот именно эта категория образовательных элементов, наверное, и должна в первую очередь попадать в портфолио для периодической аккредитации по специальности, а не привязанных к специальности. Но кроме того, у нас с вами есть необходимость осваивать и другие образовательные элементы. Это образовательные элементы, источниками компетенций, к которым становятся какие-то нормативно-правовые акты. Эти образовательные элементы направлены на совершенствование или приобретение профессиональных компетенций, но не предусмотренных конкретным профстандартам по специальности. Ну, классический пример – то, что происходило в период распространения острой коронавирусной инфекции, то, что регламентировалось 198 приказом, все программы по ковиду. Ну, и третья категория образовательных элементов не менее важная. Это элементы, которые направлены на совершенствование или приобретение надпрофессиональных компетенций. Все элементы имеют право на выбор нашими с вами специалистами. И ответственность за выбор лежит на условных заказчиках обучения. В большинстве случаев, особенно если мы говорим о бюджетном финансировании, конечно же, это работодатели, чуть в меньшей степени региональные органы исполнительной власти или федеральные органы исполнительной власти. Ну, и в какой-то степени это, конечно же, наши специалисты. Что важно? Важно им дать инструмент для возможности выбора образовательных элементов на основе актуальной, корректной и унифицированной информации. Я показываю, что такая возможность предоставляется как раз сейчас различными информационными системами. В данном случае я представляю возможность выбора элементов через инструменты портала непрерывного медицинского фармацевтического образования, когда через систему фильтров, пожалуйста, можно найти в определенный период определенную программу, где есть только бюджетные места, где она реализуется только в определенном регионе. Пожалуйста, все это можно сделать. И самое важное, что получить подробную информацию, да, уже после осуществления всего этого выбора, можно опять-таки в унифицированной форме по каждой программе. А до этого я показывала, что только программа повышения квалификации, я не говорю о циклах на сегодняшний день, на портале актуальных. Более 107 тысяч присутствуют. Безусловно, есть другие элементы самообразования. Мне очень был близок предыдущий доклад, потому что вот эта история про виртуальную реальность, про отработки навыков, отработку алгоритмов, скажем так, оказания помощи. В том числе эта история реализована и в тренажерах, которые абсолютно бесплатно доступны, представлены на портале. Пожалуйста, при наличии очков можно это попробовать в любом центре. И в настоящий момент у нас еще очень много есть и компьютерных симуляторов. Пожалуйста, они все доступны, в том числе и на мобильных устройствах. И последнее. Последний момент по поводу выбора, возможности выбора и ответственности за этот выбор. Уже третий год выбор, формирование потребности в обучении по дополнительным профессиональным программам осуществляется в автоматизированном режиме. А в этом году первый раз, в том числе с использованием средств портала. Это огромный сложный процесс. В настоящий момент он находится вот на середине. В настоящий момент региональные органы исполнительной власти имеют возможность согласовать потребность, которая изначально была заявлена их специалистами, подтверждена или сделана новая потребность работодателями. Вот на сегодняшний момент этот этап находится на уровне региональных органов исполнительной власти. И я очень надеюсь, что вот такой замотивированный сбор потребностей поможет представлять на тех ресурсах, которые у нас сейчас с вами есть, именно доступные, актуальные и необходимые специалистам здравоохранения образовательные элементы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ольга Федоровна. Я передаю слово Андреенко Александру Александровичу. Проблема современного этапа первичной специализированной аккредитации по анестезиологии и реаниматологии и пути ее оптимизации. Пожалуйста, Александр Александрович. Уважаемые коллеги, мы несколько выбились из регламента. Я воспользуюсь тем, что основные данные конкретные по тому, что я сейчас хочу доложить, опубликованы в журнале виртуальной технологии медицины этого года. Поэтому, кому будет интересно узнать, подробно можете обратиться. Я хотел бы сделать акцент на некоторых принципиальных моментах. Прежде всего, с чем сталкиваемся мы в своей работе, и я думаю, что с этим тезисом многие из вас согласятся, мы до конца не используем все возможности симуляционных технологий в рутинном учебном процессе во время подготовки ординаторов. До последнего момента существуют еще коллективы, которые не оснащены большим количеством, скажем так, мотивированных, подготовленных методически к работе в симуляционном центре преподавателей. Взаимодействие с симуляционным центром происходит неоптимально, и нет единой методологии обучения, четких критериев допуска, критериев освоения мануальных навыков, нетехнических навыков по нашей специальности вообще. И это приводит к тому, что зачастую аккредитация является тем барьером, подходя все ближе к которому, как федеральные коллективы начинают напрягаться и каким-то образом оптимизировать практическую подготовку своих выпускников, для того, чтобы они могли пройти эту процедуру и продемонстрировать готовность к реальной клинической практике. Сама процедура подготовки, по сути, превращается в натаскивание выпускников будущих на заучивание каких-то отдельных сценариев, минимизация это количество сценариев иногда происходит, сценарий используется одинаково для всех аккредитуемых, не всегда идеальное оснащение станции соответствует паспорту, особенно где высокотехнологичные станции. И, в общем-то, кроме этого, есть объективная ситуация, которая говорит о том, что до последнего момента список станций не полностью охватывал те навыки, которые можно оценить с помощью симулированных условий в рамках симуляционного центра на втором этапе аккредитации. Таким образом, всесторонняя оценка до последнего момента, наверное, не представляется возможной. Следующий момент. Ограничение по времени работы станции. Ну, Жанна Михайловна, мы регулярно общались на эту тему, это сложная была процедура на определенном этапе, и действительно, высокотехнологичные станции по специальностям, включая нашу, за 10 минут максимально обеспечивающую реалистичность происходящего, не превращая это в формализм, было методически очень тяжело сделать. Но это удалось на данном этапе. Но в целом, конечно, движение должно быть в направлении возможного увеличения продолжительности, об этом чуть позже. Ну и члены аккредитационной комиссии, мы сами, наверное, являемся и общаемся с коллегами, это представители практического здравоохранения, которые при том режиме работы, интенсивности, которые сейчас, это не всегда рядовые врачи, это руководители подразделений клинических, им крайне тяжело дается участие в аккредитации, это всегда оказывает влияние на работу их лечебно-профессиональных учреждений, и, соответственно, у них нет внутренних мотивов для того, чтобы глубоко, методически готовиться до последнего момента и максимально объективно оценивать, будем откровенны. Иногда это тоже превращается в формализм, плюс большая нагрузка, иногда поток аккредитуемых координаторов на станциях составляет 20-30 дней, то и больше, это тяжело чисто физически. Второй этап аккредитации по анестезиологии, 5 станций, которые сейчас существуют, они все известны тем, кто этим занимается. Станции активно разрабатывались с представителями всех профессиональных сообществ нашей страны, активная позиция сохраняется в этом отношении, желание и готовность модифицировать процедуру, поэтому в этом направлении все специалисты готовы работать. Что я хотел бы сказать, целью пилотного проекта было, собственно говоря, расширить список оценивых навыков с целью повышения объективности и внести элемент случайного выбора заданий внутри станции и случайного выбора станции, о чем Жанна Михайловна уже сказала и радует, что это направление принято как такое знак, и поэтому, наверное, это оптимизирует работу и оптимизирует ее в дальнейшем. Мы поставили при себе задачи какие? Мы сравнили результаты оценки практических навыков в рамках государственной итоговой тестации на кафедре, а хочу сказать, что поскольку в рутинном процессе все эти станции используются, эти навыки отрабатываются, то по сути государственная итоговая тестация на нашей кафедре полностью дублировала даже большим списком процедуру первичной специализированной аккредитации. Затем мы сравнили, провели рамки пилотных проектов, посмотрели результаты, отличаются ли они при системной подготовке в рамках аккредитации, ну и проанализировали, собственно говоря, процедуру. Что мы сделали из-за особенностей дизайна? Коллегиально было решено, что три станции остаются обязательными и не подлежат рандомизации. Это расширенность лично-легочная реанимация, это экстренная ситуация, это профессионально значимая станция и предоперационный осмотр, поскольку общение и коммуникация должны всегда быть в обязательном порядке, и этот навык очень важный. А мануальные навыки, выбирались две станции, чтобы сохранить общее число 5 из трех групп навыков, и они здесь представлены. Таким образом, был обеспечен выбор случайный двух станций из трех, и на каждой станции случайный выбор сценариев. Плюс мы по ряду существующих уже станций увеличили количество сценариев в ранее утвержденных станциях. В методике, по сути, была процедура та же самая, что отличало. Появились так называемые точки рандомизации, мы их так назвали, внутри станции и при перемещении между станциями. Число помещений не потребовалось увеличить, и две станции прекрасно разместились мануально в одном помещении. Это очень значимо с позиции логистики. Увеличилась потребность в сотрудниках центра, наверное, не может быть не обязательно членов кредитационной комиссии, которые находятся на точке рандомизации, когда последовательно перемещается ординатор, выпускник. Ну, со стороны персонала, который готовил ординаторов во время учебного процесса на кафедре, и со стороны членов комиссии потребовалось, естественно, изучить эти сценарии, чек-листы и паспорта. Но я хочу сказать по нашему опыту, что те, кто участвует регулярно в качестве членов кредитационной комиссии, никакое затруднение с этим не вызвало у коллег. Это практикующие врачи, которые понимают, что оценивать, как оценивать, то есть никаких проблем значимых не было. Таким образом, мы получили у каждого кредитового свой набор навыков и сценариев внутри станции. Общая схема движения была таким образом, чтобы реализовать эту рандомизацию, не буду детализировать. Пропущу комментарии по станциям. Еще раз хочу повторить, что вы можете ознакомиться детально. Где появились новые сценарии? СЛР. Сценарии остались прежние. Экстренной ситуации появилось два значимых для клинической практики сценария в рамках существующей уже станции. Сценарии, которые были ранее на обеспечении проходимости и дыхательной пути, остались. Мы добавили новые задания. Сценарии – это катеризация внутренней ремной вены под УЗИ, потому что странно было бы оставить эту ситуацию, игнорировать потребность оценивать этот навык, если наши коллеги по скорой помощи это оценивают. Анестезиологи, которые делают это чаще, до последнего момента это не использовалось, и это, конечно, побудило нас этот паспорт сделать сценарий. И появилась новая в плане оценки в рамках аккредитации, но не новая, естественно, как навык, это станция нейроаксиальная анестезия – два варианта заданий, которые реализуются. По результатам хотелось бы сказать, что тот расширение списка оцениваемых навык и станции не привело к необходимости закупки дополнительного оборудования, потому что те навыки, которые оцениваются, они им обучают в регулярном учебном процессе. Не потребовалось увеличение числа помещений. Если на кафедре системно готовятся использование симуляционного обучения, то вот это расширение оцениваемых навык никаким образом не создает сложности для выпускников. Мы увидели, что требуется небольшая методическая подготовка, которая абсолютно решается. И по общему мнению и отзывам и экспертов, и выпускников, и преподавателей, они увидели, что формализм действительно в подготовке снизился, и, в общем-то, появилось понимание, что эта рандомизация дополнительным стимулом является для того, чтобы они готовились системно и понимали, что они идут в практическую медицину и не сдают аккредитацию не для того, чтобы выполнить навык под телекамерой, а для того, чтобы безопасно оказывать помощь по своей профилю, в своей специальности. Я думаю, что вот это повышение объективизации, которое все признали, будет работать на решение этой задачи. Но из предложений, если, значит, прежде всего я хотел бы сказать, что та, условно говоря, рабочая инициативная группа, профессиональная сообщество, которая работала на эти вопросы, готова и дальше взаимодействовать с официальными структурами для того, чтобы нести изменения в процедуру, если будет принято такое решение. Мы предлагаем рассмотреть возможность в обязательном характере вот этого случайного выбора станции уже на перспективу обозримую. И тоже все-таки у профессионального сообщества, преподавательского сообщества есть запрос о том, что некоторые высокотехнологичные станции для того, чтобы максимально все-таки объективно оценивать наших выпускников, длительность станции увеличить. Мы сейчас видим, что по нашей специальности это, наверное, как минимум две или три станции потребует, потому что, особенно где манипуляции, идут с ультразвуковой ассистенцией. Для того, чтобы не превращать в формализм, а сделать, отработать и продемонстрировать, чтобы выпускник четкое исследование стандартной операционной процедуры и всем требованиям безопасности асептики. Спасибо. Большое спасибо, Александр Александрович, за такой практический доклад. Действительно интересный и актуально для всех нас. И позвольте перейти к следующему докладу. Актуальные положения периодической аккредитации специалистов в 2022 году. Ирина Андреевна Геркин, методист методического симуляционного центра Боткинской больницы. Спасибо, Ольга Федоровна. Добрый день, уважаемые коллеги. Вашему вниманию представляю сегодня доклад. Актуальные положения периодической аккредитации специалистов в 2022 году. Отмечу, что сегодня Ольга Федоровна основные положения данной темы уже осветила. Мы немножко остановимся на нормативно-правовой базе и более конкретно рассмотрим требования к периодической аккредитации специалистов в 2022 году. Итак, аккредитация специалиста – это независимая процедура, проводимая в целях определения соответствия лица к требованиям профессиональных компетенций в соответствии с профессиональными стандартами для осуществления самостоятельной деятельности в медицинской или фармацевтической организации. В глобальном плане цель аккредитации – это, конечно же, повышение качества оказываемой медицинской помощи посредством непрерывного усовершенствования профессиональных навыков и компетенций специалистов. На данном слайде я выделила основные нормативно-правовые источники, которые касаются вопросов проведения не только периодической аккредитации, но и аккредитации в целом. И хотела бы более подробно остановиться на приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации номер 1080Н от 2021 года. К прохождению периодической аккредитации допускаются те лица, которые закончили дополнительное профессиональное образование медицинского или фармацевтического образования, курсы программ повышения квалификации, которые обеспечивают непрерывное совершенствование профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни. Как я уже сказала, актуальным приказом на сегодняшний день является приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации номер 1081Н. Он был принят 21 ноября 2021 года и отмечу, что действует до марта 2023 года. То есть действие его осталось совсем немалым. И мы ждем проект нового приказа, в котором, возможно, будут указаны новые требования к аккредитации. И, соответственно, на данный момент руководствуемся тем, что сейчас трактует нам приказ 1081Н. Итак, что же нужно специалисту с высшим образованием, специалисту со среднем медицинским образованием, для того, чтобы подготовить правильно пакет документов и пройти успешно всю процедуру периодической аккредитации? Для этого специалисту необходимо подготовить пакет документов, среди которого есть отчет о профессиональной деятельности и портфолио. К этим документам специалист прикладывает перечисленные копии документов и, соответственно, подает в аккредитационные комиссии. Не буду перечислять. Более подробно перечень этих документов указан в 55-м пункте положения по аккредитации, который утвержден приказом 1081Н. Более подробно остановлюсь на портфолио. Что же в себя включает портфолио? Очень часто задают вопросы, приходя к нам в симуляционный центр специалисты, как же его подготовить, что же в него нужно включать, какие пункты нужно заполнять, какие пункты не нужно заполнять, откуда брать эту информацию. И с другими вопросами приходят специалисты к нам, когда приходят на обучение курс повышения квалификации. Итак, портфолио включает отчет о профессиональной деятельности, сведения об освоении программ повышения квалификации и мотивированный отказ согласования отчета о профессиональной деятельности. Что же включает в себя сведения об освоении программ повышения квалификации? Что входит в это понятие? Итак, существует два варианта набора баллов. Для того, чтобы правильно заполнить этот отчет, специалисту необходимо предоставить информацию о прохождении курсов повышения квалификации, которые он освоил за последние пять лет с момента действия последнего сертификата. Итак, существует два варианта набора часов. Два подпункта. Это первый, где специалисту необходимо набрать не менее 74 часов курсами повышения квалификации, а остальные 70 часов добирают на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования, о котором Ольга Федоровна уже говорила. Хочу отметить, что теми курсами на образовательные мероприятия, которые набираются в рамках 70 академических часах, образовательные организации должны аккредитовывать свои мероприятия на портале для того, чтобы наши специалисты имели возможность получать за них так называемые Z-единицы. Сейчас в настоящий момент в законодательстве нет такого понятия Z-единицы. Мы с вами привыкли к привычному поводу получения баллов и, соответственно, привыкли считать академические часы Z-единицами. На самом деле сейчас такого понятия нет. Все считается в академических часах. Но если специалист выбирает вариант прохождения и набора часов по второму пункту, то, соответственно, он получает эти Z-единицы за образовательные мероприятия. Что входит в эти образовательные мероприятия? Это различные вебинары, круглые столы, конференции, которые зарегистрированы на портале Еду Росминздрав, портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования. После прохождения такого мероприятия специалисту выдают сертификат, в котором указан индивидуальный код. Специалист этот индивидуальный код вносит в свой личный кабинет и ему начисляются за это Z-единицы, которые он впоследствии может предоставлять в аккредитационную комиссию для прохождения процедуры аккредитации. На данный момент приказ 1081-Н не регламентирует вариант подачи документов по электронной почте. Во времена распространения новой коронавирусной инфекции этот вопрос был актуальным и в основном все пользовались подачей документов по электронной почте. Сейчас такого нет. Необходимо подавать документы либо лично, то есть приносить наручно, либо почтовым отправлением, либо через Федеральный реестр медицинских работников. Здесь стоит обратить внимание на то, что если специалист пользуется функцией подачи документов через Федеральный реестр медицинских работников, необходимо понимать, чтобы эти данные, сведения от работники были занесены в этот реестр и чтобы этими сведениями можно было пользоваться и распространять их далее. Если специалист отправляет почтовым отправлением документы, то здесь нужно понимать, что сроки могут быть весьма увеличены, если специалист отправляет документы Федеральной аккредитационной центры в аккредитационной комиссии путем получения писем. То есть пока будет обработано ваше письмо, пока оно дойдет до аккредитационной комиссии, пока они подготовят ответ и отправят его также вам лично почтовым отправлением. Поэтому самый оптимальный способ это приехать в Федеральный аккредитационный центр в аккредитационной комиссии субъектов Российской Федерации и предоставить документы лично. Итак, что же можно включить в портфолио? Будет правильным, если вы будете включать наиболее большую информацию, охватывающую весь спектр ваших действий, практических действий, действий в вашей работе. То есть специалист будет указывать в портфолио научные статьи, рекомендательные письма, какие-то благодарности, может быть у него отзывы есть, награды, грамоты почетные и так далее, и так далее, что может подтвердить деятельность специалистов в рамках его специальности. На данном слайде представлен шаблон и образец заполнения. Скорее всего, будет не очень видно, но я скажу, что шаблоны, которые регламентируют приказ 10.81-Н, это единственный вариант шаблонов и документов, которые необходимо заполнять. Никакими другими источниками не следует пользоваться, потому что аккреционные комиссии очень четко к этому относятся, чтобы документы соответствовали тем форматам, которые рекоментированы законодательно. На сайте федеральных аккреционных центров есть эти документы также в PDF с образцами и также в Word для скачивания, чтобы специалист мог скачать и заполнить в том формате, в каком ему удобно. Отчет о профессиональной деятельности также представлен шаблон в самом приказе, его можно тоже скачать, можно найти как и в самом приказе, так и на сайтах аккреционных комиссий, воспользоваться образцами, если это необходимо, или заполнить самостоятельно, имея у вас ту информацию, которую вы считаете нужна для того, чтобы ее заполнить. Ко всем вышеперечисленным документам обязательно необходимо заявление о допуске к периодической аккредитации. Туда вносятся все личные данные специалиста, ставится подпись печати и, соответственно, прилагается ко всему перечню тех документов, которые были уже подготовлены. Куда же подавать документы для того, чтобы пройти процедуру периодической аккредитации специалистов? Для специалистов с высшим медицинским образованием необходимо подавать документы в федеральный аккредитационный центр. Это адрес улицы Поликарпова, дом 12. С недавнего времени этот адрес изменился, до этого он был другим. А для специалистов со средним медицинским образованием это улица Синоостровская. Можно воспользоваться ссылками на сайт, посмотреть подробно эти аккредитационные центры, выявить для себя какую-то, почерпнуть более интересную информацию и обращаться в случае возникновения каких-то вопросов, касающихся вашего заявления на подачу процедуры аккредитации. Существует функция для того, чтобы получить документ об успешном прохождении периодической аккредитации, не обязательно ждать, пока на сайт будет вывешен протокол об успешном прохождении периодической аккредитации. Достаточно получить выписку из единой государственной информационной системы, но при этом, опять же, убедитесь, что вы зарегистрированы, что у вас есть доступ, что вы можете зайти через госуслуги, что вы можете применить эту функцию к тому, чтобы получить этот документ. Если вы зарегистрированы, услуга вам доступна, пожалуйста, заходите, получайте. Это занимает не очень много времени, но зато является официальным документом, подтверждающим успешное прохождение вами процедуры периодической аккредитации. Немножечко про выводы и на что все-таки следует обратить внимание. На сегодняшний день достаточное количество специалистов как с высшим образованием, так и со средним медицинским образованием уже успешно прошли процедуру периодической аккредитации и продолжают осуществлять профессиональную деятельность на своих рабочих местах. Однако мы рекомендуем при подготовке документов на процедуру прохождения аккредитации, на что в первую очередь следует обращать внимание. Это, конечно же, на время. Закладывайте более больший промежуток времени на то, чтобы собрать документы, на то, чтобы их подать, на то, чтобы дождаться ответа от аккредитационной комиссии, от статуса вашего заявления, на то, чтобы правильно их подготовить, на то, чтобы их согласовать с руководителем, чтобы приложить все подтверждающие необходимые документы. Ведь не только нужно их правильно заполнить, но и подтвердить. Особенно это касается удостоверения о повышении квалификации, которые вы вписываете в свое портфолио. Они должны быть четко отнести в себе и отражать всю информацию так, как написано в документе. Еще что важно, они должны были быть занесены в Федеральный реестр документов об образовании, что подтверждает их легальность. При подаче документов на частые ошибки, это, конечно же, в заполнении этих документов, когда специалист неправильно заполняет графы, необходимые для заполнения, когда пишет неправильно указанную трудовую функцию, которая не соответствует с его профессиональными компетенциями, когда указывает неправильную специальность, в рамках которой проходит непрерывное медицинское образование, и другие ошибки, которые можно допускать при заполнении документов об образовании, например, когда они не соответствуют названию или датам, или номерам. То есть обращайте внимание, пожалуйста, на правильное заполнение документов, и тогда вопросов к вам будет, соответственно, меньше. Итак, чтобы подвести черту, что мы можем вынести из того, что же на сегодняшний момент в вопросах периодической аккредитации является наиболее важным. Это то, что до 1 марта, пока еще действует приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, специалисты могут ограничиться 144 часами курсов повышения квалификации. Можно пройти один курс, можно пройти несколько, но этих часов вполне достаточно, чтобы успешно пройти процедуру периодической аккредитации. В настоящий момент в законодательстве понятия баллов или Z нет. Есть понятие «только часы». Из-за курса повышения квалификации врачам начисляются исключительно часы. Что здесь имеется в виду? Что 144 часа, которые набираются путем прохождения курса повышения квалификации, они могут быть как аккредитованы на портале НМО, так и не аккредитованы. Важно, что существует документ о повышении квалификации, который предоставляется в аккредитационные центры. Благодаря расширенному функционалу портала медицинского и фармацевтического образования у специалистов есть возможность выбирать для себя те траектории образовательные, которые ему интересны, которые он хочет посетить, чтобы усовершенствовать все более чаще и чаще свои профессиональные навыки и компетенции, а не только для того, чтобы проходить процедуру аккредитации. Поэтому можно заходить, формировать свою образовательную траекторию по интересующим вам вопросам, по своей специальности и таким образом набирать те самые часы, которые впоследствии будут использованы в процедуре прохождения периодической аккредитации. И что нужно знать специалисту с высшим образованием, специалисту со среднем медицинском образовании, что его главные документы, его главные помощники в процессе прохождения периодической аккредитации это отчет о профессиональной деятельности и портфолио, который он заполняет самостоятельно и несет ответственность за ту информацию, которую он предоставляет в федеральные аккредитационные центры. Благодарю за внимание. Понятие такое, конечно же, есть. Баллов нет. И второй момент. В рамках других образовательных видов активности не только мероприятия есть, а и различные электронные образовательные материалы, которые все абсолютно бесплатны и доступны. Спасибо большое. Спасибо большое. И позвольте передать слово Татьяне Михайловне Рип, доктору медицинских наук, доценту Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, члену управления Российского кардиологического общества с докладом члены аккредитационных комиссий «Кто они?». Портрет, запросы и ожидания. Глубоко уважаемые коллеги, доброе утро и уже почти добрый день. Большое спасибо организаторам. Я думаю, что эта секция, наверное, соберет сегодня самое большое количество участников. И, ну, немножечко напоследок такой я постараюсь представить небольшой. На очень актуальный, важный момент Жанна Михайловна сказала, что членов аккредитационных комиссий оказывается более 100 тысяч. Да, гораздо больше. То есть масштаб бедствия, как мы с вами понимаем, он достаточно большой. Портрет, который утвержден, не буду мало читаемый слайд. Здесь все очень просто, ясно и лаконично. Это люди, которые имеют 5 лет, имеют соответствующие квалификационные категории и так далее. И эти требования выполнить, на самом деле, наверное, проще всего. Но мы с вами знаем, с каким количеством трудностей и сложностей на самом деле мы реально сталкиваемся. Что мы ждем от членов аккредподкомиссии или комиссии в аккредитационном центре? Примерно так выглядит каждый руководитель центра или команда аккредитационного центра. И так мечтает она о члене аккредитационной комиссии, что на аккредитацию будут присутствовать председатель, секретарь и все члены АПК. Здесь разрешается топать и хлопать, если что. Каждый член АПК мотивирован на работу в подкомиссии, то есть пришел в доброжелательном настроении, настроен на 6-8-часовой напряженный рабочий день в незнакомой ему обстановке и в работе с жестким таймингом. Каждый член АПК знает все критерии правильного прохождения станции. Член АПК хорошо владеет навыками работы с компьютером, умеет работать на станции с электронными чек-листами, даже если они изменились за последние 2-4 недели перед аккредитацией. Аккредитационный центр подготовился, потому что у него настольная книга, сайт ФМЗА, и он за ним все время следит, но, к сожалению, это не так с членами аккредиткомиссии. У меня не листается слайд, помогите, пожалуйста. Каждый член АПК опытен и компетентен в своей специальности, и, возможно, в душе каждого члена АПК существует морально-этический комплекс, кодекс, вернее, который, я думаю, тоже, наверное, было бы важно подумать об этом. Мы, так как мы научно-аккредитационная площадка на базе Национального медицинского исследовательского центра, естественно, мы заинтересовались и провели пилотное исследование члена АПК «Кто он?». Цель была определить профессиональный стресс членов АПК, изучить мотивацию к работе в составе АПК, наметить направление для изучения по улучшению взаимодействия аккредитационных центров и членов комиссии. Вот такие задачи мы перед собой поставили, но по результатам будет понятно. Это было простое, проспективное исследование, и, я повторяю, это пилот с всеми выходящими отсюда ограничениями. Это в условиях большого города на базе, еще раз повторю, научно-исследовательского медицинского центра. Мы провели пилот по пяти специальностям всего – эндокринология, рентген-эндоваскулярная диагностика и лечение, неврология, сердечно-сосудистая хирургия, клиника-лабораторная диагностика. Не самые популярные специальности, да, поэтому в конце я хотела бы предложить по возможности международное многоцентровое исследование, где будут представлены все комиссии. Это было бы очень интересно. Обратите внимание, анкет было ростом на 29, охотно взяли и заполнили 27, отказались выполнять 0 человек, не заполнили 1 и не вернули анкету 1. Анкеты были полностью анонимны. Ролевой состав – председатель 3, специальности, вы помните, я назвала 5, секретарь 3, членов 21 человек. Средний стаж комиссии по специальности примерно 17, почти 18 лет. Пол не учитывался, возраст не учитывался, чтобы корректной была анкета. И статанализ применялся в основном описательный. Это понятно. Вот такие анкеты мы предложили. Обратите внимание, это одна сторона и оборотная сторона. На что мы обратили внимание. Анкеты заполняются членами АПК очень охотно, потому что мы знаем, приходящий каждый член АПК имеет массу своих собственных взглядов, мнений на станцию, на площадку, на проведение и так далее. И что нам очень понравилось, и мы думаем, это успех будущего проспективного нашего многоцентрового исследования, они служат элементом психологической разрядки. Потому что член АПК все, что он думал, все, что он хотел, написал в этой анкете, как вы видите. Полезные для повышения эффективности работы АСЦ, потому что мы просили фидбэк. Полезные для повышения эффективности работы АПК могут быть полезны, мы полагаем, для методических центров и с удовольствием представим результаты этих исследований. Ну и набросок реальный. Вы видите, что 20% в стаже по специальности это крайнее значение. То есть формально соблюдается правило 5 лет и старше, но очень часто члены АПК, не часто, посмотрите по цифрам, члены АПК засчитывают стаж и ординатуру, и возможно даже аспирантуру. Вот они 5-6 лет. Немножко нас смущает крайние цифры с другой стороны, когда стаж 36 лет, если мы в 25 заканчиваем, то достаточное количество членов АПК у нас есть в возрасте предпенсионного и пенсионного. Очень порадовало, что 78% членов АПК участвуют не впервые, но при этом 96% у нас не выбрали заполнение чек-листа на компьютере сразу самостоятельно. Мы на площадке предоставляем помощников, они очень охотно этим пользуются, но сложилось впечатление, что, видимо, не очень легко. Очень порадовала ситуация, что 74% из них проходили какое-либо обучение. Но посмотрите на очень пеструю диаграмму, какое это было обучение. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. 96% участников членов комиссии на площадке у нас требовалось разъяснение по аспектам прохождения станции. Примерно в течение полутора часов я оказываю методическую помощь, как нужно и что хотелось бы, чтобы увидели члены аккредитационной комиссии, как правильно заполнить чек-листы. Это наша фактически настольная книга. И туда мы отсылаем и членов АПК, когда они спрашивают, а где мы можем вот это найти и это все узнать. Очень хорошо сейчас уже многие знают паспорта станций. И сайт живой, очень хорошо работает, быстро обновляется. Но мы с одним из секретарей попробовали пройти его путем, когда он пытался найти документы. Обратили внимание, что согласно методическим рекомендациям, это 70 страниц текста, которому нужно найти ту информацию, которая ему нужна. И вот эти методические рекомендации, а мне эта секретарь на это обратила внимание, одной из комиссий, что это, конечно, методические рекомендации, прежде всего, даже, наверное, для... Ну, Жанна Михайловна, может, мне здесь поможет. Наверное, для тех, кто пишет или составляет очень интересный документ, но для членов АПК не очень подходит. Вот конкретная инструкция, которой можно было бы пользоваться, но нет оглавления, к сожалению, он не структурирован. И есть огромная просьба, которую просили члены АПК, ввести для них, возможно, страничку либо подраздел с коротким, но интуитивно понятным путем прохождения для обучения. И мы очень рады, что Жанна Михайловна сегодня с нами, и я думаю, что это можно воплотить в жизнь. На вопрос, чему бы хотели или как бы вы хотели обучиться, очень интересные получили ответы. 74 вообще не знают, чему бы они хотели научиться. 18 хотели бы поучиться на аккредитационной площадке. Это было очень приятно, потому что после прохождения учебы там все становится намного проще и легче. Удовлетворенность содержанием паспортов станции к настоящему моменту уже 85%, а мы помним, как мы начинали. Удовлетворенность подготовкой аккредитуемых. 63% в настоящий момент удовлетворены подготовкой. Очень интересный вопрос, я думаю, который волнует абсолютно все аккредитационные центры. Это удобный месяц работы. Но мы были немножко здесь удивлены. С одной стороны, наше впечатление – это одно, а вот реальность показала немножко другое. Большинство, конечно, за сентябрь. Но оказалось, что почти треть не против и в июле, как мы проводили. Хотя каждый раз, приходя членок редкомиссии, он нам говорил, что он пришел из отпуска. И есть часть участников комиссии за август. На вопрос, что необходимо сделать для успешной работы АПК, вы видите достаточно большой диапазон предложений от членов АПК. И нас тоже это очень порадовало. Еще раз повторяю, это небольшое исследование пилотное, которое показывает очень огромный практический выгод, который пригодится всей системе нашей, в которой мы участвуем в аккредитации. Я думаю, что это интересно будет и методическим комиссиям. Простите, это, безусловно, будет интересно членам аккредкомиссии. Это будет интересна площадка. Выводы пока делать рано. Отдельный вопрос у нас был внизу. И я сразу предупреждаю, что когда мы будем инициировать многоцентровое исследование, я думаю, что здесь нас Росомет поддержит. Это удовлетворены ли вы организации работы на данной аккредитационной площадке. Но здесь просто хочется немножко похвастаться. Но вообще мы этот вопрос хотим вывести только на усмотрение площадки. Хотят они предоставляют, хотят не предоставляют. Вот такой проект мы хотели бы представить. Такие задачи поставить. Изучить социально-демографический и профессиональный состав АПК в Российской Федерации. И сравнить с составом аналогичных структурных зарубежных стран и регионов Российской Федерации. Будем рады, если к нам присоединятся страны, дружественные нам страны. Это будет тогда международный проект. Изучить информированность членов АПК о правах и обязанностях. Его объеме работы и составе комиссий. Изучить мотивационные факторы для взаимноэффективной работы членов АПК, кредплощадок и методических центров. Оценить востребованность обучения. Изучить предпочитаемые эффективные формы у членов АПК на аккредитационных площадках перед началом аттестации. Изучить предложение по улучшению работы аккредитационных площадок. Здесь можно поставить большое количество задач. Я думаю, что организационный комитет, который мы сформируем, над этим поработает. И на основании изученного разработать предложение по улучшению работы и взаимодействия членов аккредкомиссии и АПК. Спасибо за внимание. Добрый день, огромное спасибо за прекрасное выступление. Вопрос следующий. Очень много врачей, медсестер, которые проходят аккредитацию, они практически за эти пять лет набирают определенное количество баллов и очень часто тратят свои деньги из своего кармана. И не всегда медицинские учреждения компенсируют им это. Хотелось бы узнать, какая работа ведется в этом направлении. И будут и дальше продолжать наши специалисты тратить свои средства, либо что-то будет новое. Спасибо за вопрос. Ольга Федоровна, я полагаю, что вы сможете... Спасибо большое. На самом деле и раньше, и сейчас для государственных медицинских организаций есть основа обучения за счет бюджетных средств. Для врачей это в основном средства федерального бюджета. И как я раньше говорила, и много раз на площадках Минздрава говорила, что то количество выделяемых человек, часов, но неважно, в общем, мест на обучение по всей стране обычно превышало даже потребности. Наши с вами специалисты и раньше, и сейчас имели возможность обучаться больше, чем один раз в пять лет. Это было всегда. И здесь вопрос, почему не выбираются те программы, которые реализуются за бюджетные деньги. Именно для этого вот сейчас уже три года такая работа по автоматизации этого процесса, безусловно, анализу. То есть сейчас даже рано говорить. Я очень надеюсь, что там через полгода мы будем иметь некую картинку очень красивую. И, безусловно, где-то ее представим. Это первый момент. Для среднего медперсонала это обычно региональные бюджеты, это колледжи, которые имеют бюджетные места для своих медсестер. Я хотела бы вообще, в принципе, добавить. Для меня тоже этот вопрос как бы немного удивительный. Вот если взять Сеченовский университет, огромный институт профессионального образования, там находится и кафедра моя, в частности, поэтому бюджетные программы все размещены на сайте медицинского и фармацевтического образования. Бюджет по всем специальностям. Бюджет. Бюджет есть, но он не, так скажем, не резиновый, и не все могут получить места. Это не свое мнение конкретное, это мнение тех людей, которые приходят и обращаются. И очень много курсов для повышения квалификации, они платные. Поэтому, тем не менее, врачи и медсестры идут на эти курсы платные. То есть работа ведется большая в этом направлении, чувствуются будут большие сдвиги, уже они есть и ранее. Следующий момент. Вот при создании портфолио, опять же, это на основании данных наших курсантов, очень часто бывают смежные, так скажем, пограничные специальности, которые перетекают одну в другую. Как пример, допустим, эндоскопист. Он занимается исследованием эндоскопическими, сюда прилегает и гастроэнтерология, и часто, если специалист работает в крупных центрах, это еще и онкология. И вот есть ли смысл, может быть, какие-то делать исключения для создания портфолио, если, например, тот же эндоскопист будет проходить параллельно повышение квалификации по специальности, допустим, онкология, с учетом определенных программ. Понимаете, о чем я говорю, да? Да, конечно. На самом деле уже несколько лет в портфолио включаются программы, точнее так, одна и та же программа или один и тот же элемент может быть включен в несколько портфолио, если он соответствует этим специальностям. И дальше это уже рассматривают аккредитационные комиссии. Опять же, я здесь могу говорить, что на портале есть такой механизм маркировки образовательного элемента к конкретной специальности. Это все видно. И выбирая ту или иную программу, тот или иное мероприятие или модуль, специалист просто через систему фильтров видит, в сколько специальностей эта программа ему попадет. На мой взгляд, проблема другая. Проблема в том, что одной программой, ну скажем так, не совсем добросовестные где-то поставщики услуг, а где-то, извините, но бывают и специалисты здравоохранения, пытаются закрыть себе несколько портфолио. То есть вот мне так кажется, может быть я не права, что проблема вообще в другом. Наоборот. То есть возможность есть. Да, пожалуйста. Добрый день. У меня такой вопрос. По аккредитации профессорского преподавательского состава при периодической аккредитации могут ли они пройти, если они нетрудоустроенные, соответственно, на клинических базах, где проходит обучение студента. Хотя лечебную работу они ведут, со студентами занимаются. Идут научные деятели. Я могу, наверное, Жанна Михайловна, мы тут вместе можем ответить, но на, по-моему, неделе медицинского образования у нас была секция, в которой участвовал председатель Центральной аккредитационной комиссии Лариса Константиновна Машетова. Вот там этот вопрос, в общем-то, поднимался. Но на самом деле, ну, была такая секция, точно знаю, да. Вот, и на самом деле, если наши преподаватели, вот если просто читать наше положение об аккредитации, то там речь идет об отчете о профессиональной деятельности, который подписывается работодателем. Если на уровне вашей образовательной организации, вы, мы же с вами как преподаватели, в общем-то, являемся и специалистами здравоохранения, да, по федеральному закону. Ну, имеем те же права и обязанности. Вот, поэтому, если ваш проректор по лечебной работе, или не знаю, как у вас это устроено, у нас это прописано, согласует ваш отчет. Если в вашем отчете вы ведете, да, вы ведете практические занятия, вы ведете практику, да, являетесь руководителем практики, то, наверное, в вашем отчете профессиональной деятельности вот эти все ваши обязанности, привязанные к трудовым функциям, есть. Наверное, такое портфолио может быть согласовано, и, насколько я знаю, что такие портфолио рассматриваются. Ну, в крайнем случае, если, в общем-то, в принципе, этот механизм у вас не прописан, и категорически против вашего руководства подписать такую портфолио, и если преподаватель не трудоустроен, то тогда программа профессиональной переподготовки, и тогда через первичную специализированную аккредитацию для того, чтобы допуск подтвердить. Коллеги, еще вопросы? Да, начинаются параллельные секции. Уважаемые коллеги, мне хотелось бы всех поблагодарить вообще за участие в нашем мероприятии. Мне кажется, оно было достаточно интересным с позиции как теоретической, так и практической. Мы заслушали многих участников процедуры аккредитации. Мы заслушали и с позиции разработчиков оценочных средств, и с позиции членов аккредитационной комиссии и аккредитационных площадок. Уважаемые коллеги, спасибо всем большое за внимание. Всего доброго, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Продолжение следует...